Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 21 уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу показать виджет «Кнопка». То есть действительно кнопка, где можно настроить иконки, цвет вообще любых частей и так далее. То есть у нас идут сразу два виджета. Вот простая кнопка слева и справа поинтереснее, потому что здесь есть эффект при наведении такой интересный, плюс еще вот этот срез можно по-другому изменить в настройках. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. В папке с уроком у вас будет сразу две версии этого виджета «Бутон 1» и «Бутон 2». Я вот оба перенесу. Так как у них практически идентичные настройки, первые мы рассматривать не будем. Вот настройки здесь видно у второго варианта и настройки у первого. Они практически такие же. Будем настраивать кнопку, которая поинтереснее. Я пока ее подниму наверх, чтобы все настройки вам были видны. Вот смотрите, первая настройка. Вот вы видите, какой здесь срез, да? Такой стрелкой идет. Вот это первое как раз таки меняет этот элемент. То есть срез будет вот такой вот наискосок, да? Дальше. Icon Position, лево-право. Если возьмем справа, то видите, меняется текст на левую сторону, а иконка на правую. Ну давайте в принципе так и оставим. Так, вот этот элемент я уберу. Его сможете уже настроить потом без меня. Также текст позиции слева-справа. Оставляем как есть. Link Color. То есть это на самом деле цвет иконки и текста на кнопке. Давайте попробуем поставить другой цвет, чтобы убедиться в этом. Видите, сменился иконка цвет и текст на кнопке. Button Radius. Это, соответственно, скругление нашей кнопки, да? Какие шесть. Дальше текст Settings. То есть текст на кнопке пишите свой. Ниже поле URL прописывайте какой-то свой. И вот она у нас зеленая, да? Текст Title Background, то есть заливка. Вот этой части, где у нас текст, я, например, заливаю другим цветом. И у нас как бы эта 3D-кнопочка, видно там такая толщина. Вот нижняя толщина. Это здесь называется Title Shadow. Вроде как бы тень. Здесь можно взять тот же цвет, только его сделать потемнее. Смотрим. Вот видите, как бы видно нижней части темнее стало. И нам осталось настроить всего лишь вот эту часть с иконкой. Смотрите, вот здесь идет ссылка на тот же сервер с иконок. Здесь вы прописываете переменную иконки, которая вам нужна. Уже несколько раз было об этом рассказано, поэтому я даже это не показываю. Ниже идет два цвета для этой части зеленой, да? То есть заливка и нижняя часть, вот эта вот как бы тень или толщина. Вот это нижний идет цвет. То есть смотрите, здесь, например, я беру такой цвет. Сейчас иконка будет не так видно, потому что я цвета практически одинаково выбрал. И здесь беру тот же цвет, только делаю потемнее еще. Смотрим. И у нас появляется такая симпатичная кнопочка. Давайте посмотрим в браузере. Вот таким вот образом, но здесь есть такой какой-то некий дефект, да? Когда я навожу мышь, здесь идет такое вот расслоение. Давайте посмотрим в чем дело. А дело было в том, что когда мы айкон позиции слева сменили направо, то нам нужно было текст позиции ниже сменять справа налево. Тогда вот этот дефект исчезает и дефекта никакого нет. И кнопка меняет положение, то есть нормально, без всяких косяков. Вот давайте сейчас посмотрим. Вот вы видите, дефект, который здесь был, разделение, его больше здесь нет. Все хорошо. Соответственно, если хотите наоборот, то здесь вы меняете направо, а вот здесь выше айкон позиции налево. Вот таким вот образом. На этом данный урок я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok